привет показываю вам самого начала вот такой некрасивый вид но дело в том что решила снять влог потому что что-то я давно не снимала влоги и ладно как-нибудь отдельно расскажу почему и зачем сейчас хочу начать свой блог вот такой новости я заказала продукцию greenway я думаю многие знают об этой продукции это вот такие вот средства в основном которые используются для уборки дома помещений кухни машин автомобилей в общем всего чего угодно и типа без в общем без чистящих средств общем чудо тряпочки вот например тряпочка для мытья посуды сразу девчонки скажу что я сделаю естественно отдельное видео на эту тему и хочу сказать что вот я сделала заказ сначала мне на обзор предложили предоставить эту продукцию но что-то я как-то знаете раздумывала раздумывала и решила сама купить все что я захочу то есть все что мне понравится я захотела купить сама и думаю если мне это понравится я как бы эти все штуки буду рекламировать от себя а не кого-то я часто отказываюсь от продукции на обзор как-нибудь расскажу вам почему уже два раза по моему или три говорила что расскажу почему и так и не рассказываю но смысл в том что если вы знаете вот эту продукцию узнаете салфетки сейчас здесь все пустое потому что я уже все испробовала понимаете я уже эту коробку рвала чтобы быстрее все намыть и я бы неделю там ничего не мыла до кухни не плиту не чайник хотела все вот испробовать такое знаете все такое чтобы чайник у меня уже такой хорошо с известью с такой был чтоб плита такая хорошо жирненькая была вот салфетка для стекла салфетка для мытья посуды которая заявлена что моет без средства как бы да вот когда читаешь очень ну так удивительно губка которая тоже чистит вообще любые там сковородки кастрюльки диск тоже такой чистящий у меня их было два спонж вот у меня один остался его еще не испробовала в общем и второй такой диск ну в общем смысл в том что будет конечно отдельное видео этих тряпочках но но девчонки я не в восторге то есть я ожидала вообще там космос я просто насмотрелась всех этих реклам как что она чистит как что она убирает там просто с одного прикосновения у меня таких две сковородки были одной по моему года три одной года одной два года одной полтора и но уже такое хорошо с пригорю с такой вот я думала вот сейчас я это все уберу тут прям все так круто тут то есть даже можно без средства а еще если купить средства которые вот здесь вот тоже есть то там вообще просто одного прикосновения в общем я купила и средства это и девчонки я не в восторге вообще то есть кое-что мне понравилось но кое-что я не знаю даже вот видите вот вот вам ответ почему я не хочу брать на обзор потому что в принципе то продукцию принято хвалить а если она не нравится то получается ты и как бы подводишь человек который на тебя надеялся знаете ну как то не знаю все таки я думаю если бы вы хоть раз взяли что-то на рекламу вы бы меня поняли так ладно значит об этом будет другое видео сейчас я в эту коробку как раз мне нужна была коробка вот коробки я рада я каждый год в коробку складываю вот ребенок заканчивает класс например там 1 2 3 4 и я все его тетрадки дневники какие-то прописи рабочие тетради рисунки подделки все складываю в коробочку подписываю и благополучно отправляю на чердак ну вот такая вот я мама поверну камеру на себя хотя уже 7 часов вечера собирает в душ вот такая вот я мама которая собирает все эти поделки все тетрадочки все подписывает и благополучно и хранит потому что свое время мама моя все это спалила сожгла выбросила не знаю куда она дело и я я вот до сих пор когда вспоминаю меня прям вот душа сжимается насколько я бы хотела сейчас увидеть свои тетради или хотя бы дневники которые я в стопочку собирала стопочку эту хранила она просто взяла их выбросила поэтому девчонки не выбрасывайте лучше выслуживаю лучше они пускай не понадобятся лучше это пускай как хлам лежит где-то на чердаке или в подвале или в каком-то ну если у вас есть где хранить но нужно хранить я буду хранить в общем покажу как я это все собираю храню и пойду в душ потому что во мне проснулась просто дикая уборщица и понеслась видите даже без маникюра потому что я так хотела все убрать я ванну специально неделю не мыла сегодня курьер все это привез и вчера не выдержала вытерла пыль ну потому что я уже просто вот меня трясло прям просто думаю блин ну пыль хотя бы я вытеру потому что вытру потому что не дождусь но все остальное вот терпела и сегодня наконец-то дорвалась все я побежала приблизительно так видит выглядит рабочее место моего детеныша но она сейчас такое не рабочие уже конечно это так знаете кроссвордики поразгадывать в общем вот такая стопка набралась тетрадей но это еще не все рисунки какие-то инди это не делись а в там отдельно есть тетради которые чистые еще остались я поснимала со старых тетради все обложечки там еще пакетик целый набрался и вот всякие тут самостоятельные работы в общем такое вот ман листочках они обычно пишут какие-то как называется не самостоятельно до самостоятельно работает называлась у нас рисунки какие-то поделки прописи тетради вот такие основы жизнебезопасности жизнедеятельности в общем вот такие какие-то все я это складываю дневники один с третьего класса он остался у нас стояли здесь потому что когда мы на четвертый класс заполняли дневник мы переписывали там учителей там все предметы я переписывала с третьего класса и сейчас я это все складывать буду вот в эту вот коробку подписывать и убирать еще хотела снять отдельное видео как я делаю привожу в порядок до этим занимаюсь я как ни странно не ребенок а я у нас заведены вот такие вот тетрадочки не знаю заводили ли вы ну давайте вот это по математике я вам покажу по русскому и по белорусскому а вот тут словарики такие в общем учительница нам распечатывает всегда какие-то правила и мы вклеиваем их в тетрадь девочки это очень удобно у нас такая учительница классная на такая молодец вот это знаете для родителей это между прочим все и вот постепенно как они что проходят какие правила мы вклеиваем их в тетрадочку вот у меня с одной стороны белорусский язык белорусская мова и с обратной стороны вот так вот русский язык и вы знаете хорошо когда какой-то забываешь правило там или что-то вот надо подсмотреть или убедиться в чем-то то есть открываясь тетрадочку тетрадочку и ищешь тем более уже потом в старших средних классах ты уже не будешь помнить да там какое-то правило склонение посмотреть или еще что-то а тут у тебя все 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 и какие-то были у нас не доклеенные правила я складывала складывала и все вот приводила в порядок все доклеила все привела в порядок по математике у нас такая же тетрадь есть как записывать условия задачки не знаю вот эти вот все знаете вот это вот например сто процентов для меня подсказка потому что я например уже да вообще такого и не помню какие-то формулки такие небольшие вот меры веса естественно мы такого уже и не помним а знаете когда ребенок вроде бы как решил принес тебе на проверку а ты ну просто сидишь и тупишь и берешь вот эту тетрадку реально и вспоминаю все вот эти вот сколько что там гектар акар чему равно в общем мы вот такие вот ведем ведете ли вы это вот у нас с 1 по 4 класс но вернее в первом наверно не было этих правил вот класс наверно с 3 точно начались такие правила вклеивать лист беру а4 написала на нем четвертый б класс так ой хотела сделать красиво вот так вот оформим мы это все дело и отправим в архив рассказать и вот все классы я так и делаю как вы думаете вообще профили я делаю но даже я здесь не спрашиваю совета правильно или неправильно я наоборот хочу чтобы все так делали потому что блин но это здорово я бы сейчас с таким удовольствием посмотрела свои почерк свой например там в каком-то среднем классе или старшим а в старшем девочки у меня такие крутые дневники были мы в конце года всегда отдавали ну вообще пускали по классу до дневник и сзади где оставались чистые листы писали пожелания там всякие картинки рисовали и все вот эти вот знаете весь класс то есть оставлял что-то такое на память и там просто круто было там такие надписи были там вообще там такой крутяк был ой и все вот это вот у меня не сохранилось мне так жалко вы просто себе представить нему даже вот элементарно оценки какие-то посмотреть там домашнее задание какое-то я тем более у меня особенно в старших классах сейчас нельзя это делать но тем более в младших и в средних но старших у меня дневник был просто произведение искусства он был разрисован разукрашен там все тем более языка 9 10 11 класс я училась в спортивной школе училище олимпийского резерва и там все было в спортивной тематике там все было круто так классно и вот эти три дневника вот хотя бы этих три дневника но увы их нету поэтому собирайте вот так вот делайте я думаю ваши дети скажут вам спасибо эти раз такое дело немножко хочу показать организацию как я организовала место для своего ребенка мне конечно не очень удобно вот когда там где-то мы будем жить в новом месте я естественно все сделаю совершенно по-другому вот этих вот открытых полок я вообще их терпеть не могу это пылесборники страшнейшие только открывающиеся вот эти вот шуфлятки вот эти выдвигающиеся ящики вот это вот девочки это жесть это просто надо перетирать если я сейчас просто дуну ну хотя я недавно тут наводила порядок но пыль просто жестко разлетается в общем здесь вот у меня таких вот две корзиночки это типа такие вот аля икея они продаются в ами мебель все вот эти вот стаканы я всегда собираю такие коробки чтобы все распределять фломастеры штампики вот здесь набор тонких фломастеров вот в этой корзиночки вот здесь вот пенал с карандашами здесь просто пеналы просто пеналы пустые ну то есть я все раскладывают здесь вот пенал со стерками он грязный такой он по моему был у нас в первом классе ли во втором этот пенал да вот здесь чистоту постерки лежат их столько много и знаете вот когда они разбросаны вообще мне не нравится а когда они лежат в одном месте это очень удобно ну и вот так вот здесь стакан с ручками это только тупо ручки мой детеныш как-то их стал типа коллекционировать знаете всякие такие интересные ручки собирать и вот здесь вот ручки причем меня бесит не пишущие ручки если мне просто под руку попалась не пишущая ручка это жесть она улетает сразу и вот тоже вот этот стакан с ручками я всегда перебираю такой вот органайзер небольшой но здесь школьного нет здесь у него спиннеры лежат тоже как-то время собирал спиннеры стерки которые домашние стерки стерочки и точилки у меня в другом месте вот еще меня такой вот есть органайзер как-то я давно показывала я его делала сама из старых джинсов это очень удобная крутая штука вот здесь у нас линейки закладки вот здесь вот у нас точилки там очень много штук 10 точилок разных в общем все вот знаете очень очень удобно это радио радио это вот самодельный как называется липучка такая слайм в общем блокнотики какие-то степли раскобы в общем в каждом что-то лежит но очень удобный мне этот органайзер очень нравится удобный классный стильный смотрится хорошо ну и вот все в принципе как-то так место такое небольшое что-то где-то когда-то я меняю вот здесь стоят обычно черновики и блокноты чтобы что-то быстренько взять какой-то лист оторвать или набросать быстренько пример какой-то порешать в общем как-то вот так здесь стоит такой стакан подставка с простыми карандашами тоже часто естественно используется это я достала из рюкзака надо выбросить бутылочка с питьем клей вот клеила правило надо папку для трудов положить антисептик гигиеническая помада ну вот как то так посылочка получилось которая отправляется в архив вот именно так я делаю со всеми посылками о вернее посылками тетрадями которые заканчиваются когда заканчивается класс всем доброе утро все встречаю на своей кухне делаю холодник я уже показывала в инстаграм как я делаю холодник девчонки если вы не подписаны обязательно подписывайтесь в актуальном сохранен рецепт полностью я показала как делаю холодник в принципе нет вообще ничего необычного но есть один ингредиент чем я его заливаю девчонки я заливаю его сывороткой домашней настоящей сывороткой когда я вижу в магазине где-то сыворотку но это настолько редкий настолько дефицитный продукт его очень ее очень редко можно увидеть и найти вообще в холодильнике но у меня есть возможность брать молочные продукты домашние я мы берем уже более десяти лет и поэтому сыворточку у меня есть где брать я ее обожаю я беру сыворотку всегда даже зимой я на ней пеку блины только на сыворотке и вообще это шикарный продукт и даже люблю просто пить здесь все как обычно вареная свекла укроп лук яйцо единственное нет огурцов но просто у меня их нету я буду ехать с обеда с работы ближе к обеду куплю огурчики и сюда еще накрошу огурцов и все сейчас мы все это дело заливаем сывороткой вот прям три литра я сюда влила ой и но это просто не передать словами если вы найдете сыворотку где-то в магазине обязательно ее купить и обязательно попробуйте это знаете вот некоторые делают закисляют самому заправляют просто водой и закисляют ее уксусом лимонной кислотой некоторые разводят кефиром ну я пробовала и так и так но на сыворотке это просто роскошь это обалденнейший вот это знаете такой резкий такой вот прям кисленькие такой молочный я даже не могу описать вкус единственное что остается чуть-чуть посолить и все ничего абсолютно больше не добавляем вот тут прям не хватает огурчиков конечно я добавлю ну и естественно к подаче сметанка все само собой я даже иногда заправляю сливками так как мы берем домашнюю молочную продукцию и вот например когда мы берем банку молока 3 литра вот этот вершок я сливаю сливочки эти и мы пьем с ним либо кофе либо вот холодничок я добавляю в общем вот поделилась с вами рецептом холодника вот огромная кастрюля 3 литра скорее бы обед я уже прям хочу узнаете вот мне настолько мне манит сыворотка во первых это действительно полезный очень продукт во вторых я ее просто люблю пить это вы знаете когда жарко когда вот хочется пить и чего-то такого резкого такого жажда упыляющего в холодильничек просто сывороточки такой холодный резко очень люблю все девчонки пошла собираться на работу ну вот у меня полноценный холодничок с огурчиками сейчас буду обедать сегодня очень жарко на улице наконец-то наступило лето и хочется вот такой какой-то легкой простой еды я всегда ем либо первое либо второе у меня делали запрос чтобы я показала вообще чем я питаюсь как нибудь сниму может каких-то таких вот кусочков на собираю ну покажу так что в течение дня я ем ну вот сегодня на обед наверно осилю только вот целую тарелочку холодника может быть попозже съем какой-то фрукт грушу или яблоко хочется просто чего-то легкого и холодненького приятного аппетита показать коллекцию громкое слово конечно коллекция из трех чашек которую мы решили собрать вернее начать собирать наших спортивных кружек которые мы где-то получили на каких-то соревнованиях или в честь каких-то соревнований мы ими в принципе то пользовались а потом вот вчера мы забрали свою последнюю кружку иван николаевич участвовал в марафоне в таком 75 километров за победу за две недели нужно было набежать это был онлайн марафон 75 километров и мы он попал в число победителей выиграл кружку выиграл вот такую вот маечку в которой я сижу 75 километров за победу магнитик и термос и с того момента мы решили что мы больше не будем пить из этих чашек а куда-то вот их убрать вот эта кружечка была с полумарафона минского который мебилайн марафон мы ездим на него каждый год ну вернее он только проводился два раза пока что еще вот это вот кружка я привозила чемпионата европы из италии италия 2019 ну и вот эту вот мы забрали только вчера ну кружки обычные но победитель марафона видите написано но тем не менее у меня такая мечта сделать такую какую-то стену славы стену путешествий знаете вот как делают такую витрину и туда ставить все свои награды какие-то достижения какие-то памятные вещи с путешествий пробовала я делать ее где-то вот здесь вот приспособить но знаете пыль садиться очень неудобно вытирать все эти маленькие бутылочки баночки все перетирать кружки эти ну решила просто их спрятать и когда такая стена у меня воплотиться мои мечты воплотятся в реальность какую-то сделать такую витрину вот тогда уже и выставить эту коллекцию надеюсь она будет разрастаться будет все больше и больше вот а пока их просто спрячу чтобы не разбить